Здравствуйте, товарищи! В этом ролике я покажу обзор модели американского авианосца Джон Кеннеди от компании Трампетер в масштабе 1 к 700. Начнем с нескольких фактов. Изначально планировалось, что это будет четвертый авианосец класса Киттихок, но во время постройки он был настолько сильно модифицирован, что сформировал свой собственный класс. Первоначально на корабль должен был быть установлен атомный реактор, однако по целому ряду причин, среди которых далеко не последнее место занимало серьезное увеличение стоимости строительства, проект был изменен, и авианосец получил паротурбинную энергетическую установку. Давно сложилась традиция, перед спуском нового корабля на воду, а его борт разбивают бутылку шампанского. Торжественная церемония крещения авианосца состоялась 27 мая 1967 года, крестными корабля были Жаклин Кеннеди и ее девятилетняя дочь Кэрлайн. Церемонию провели за два дня до того, что должно было быть 50-летним юбилеем президента Кеннеди. Корабль вступил в строй 7 сентября 1968 года и нес службу почти 40 лет, до 23 марта 2007 года. В настоящее время авианосец пришвартован на военно-морской базе технического обслуживания судов Филадельфии и потихоньку ржавеет. Из корабля долгое время планировали сделать музей, но в конце 2017 года военно-морской флот решил демонтировать авианосец. Несколько групп активистов все еще надеются спасти корабль, но шансы на это постепенно тают. У набора коробка с вертикальной загрузкой. Сверху приведена красочная иллюстрация самого авианосца. Судя по тому, какие предлагаются в наборе варианты самолетов, корабль предлагается собрать на период его службы в 90-е годы. Именно тогда на авианосец было установлено все необходимое оборудование для обслуживания и обеспечения запуска истребителей F-A-18 модификации CED Hornet. На одной из боковых стенок коробки как раз показаны именно эти истребители. В наборе присутствует небольшая плата фотоотравления. Я не очень люблю работы с фотоотравлением, но в этом наборе его немного. Посмотрим, что из всего из этого получится. Я не планирую приобретать никаких дополнений для сборки этой модели. Ну что же, давайте посмотрим на содержимое коробки. Внутри мы найдем подробную инструкцию по сборке. К сожалению, она несколько больше, чем сама коробка, поэтому в моем случае оказалась несколько помятой. Возможно, ее просто не очень удачно уложили. Как и во всех новых современных наборах, полиграфия очень четкая и аккуратная, а схема окраски авианосца выполнена в цвете. Также, как в каждом наборе от фирм Trompeter и Hobby Boss, в наборе лежит небольшой рекламный проспект с новыми моделями этих фирм. Ну и, конечно, самое главное – пластиковые детали. В наборе почти все крупные детали и литники упакованы в индивидуальные пакеты, что исключает вероятность потери деталей. В наборе отдельной деталью дается поверхность нижней палубы. Понятно, что сквозь проемы двери ангаров видно ее будет совсем немножко. Тем не менее, производитель дает некоторую детализацию этой палубы, и при желании в модель можно провести подсветку и сделать ее более интересной. При этом посмотрите на макросъемку. Детализация более чем впечатляющая, учитывая, что масштаб модели 1 к 700. Как я уже отметил, авианосец Джун Кеннеди основан на проекте Kitty Hawk. Фирма Trompeter сделала то же самое. Как видно по маркировке, палуба взята из модели головного корабля серии. Литники, содержащие большие, крупные или наоборот очень маленькие и тонкие детали, в наборах фирм Trompeter и Hobby Boss всегда обернуты в тонкий поролон, что исключает их повреждения при транспортировке. Обращаю ваше внимание, то несмотря на то, что многие детали этого набора взяты из модели авианосца Kitty Hawk, летная палуба в этом наборе изготовлена специально для авианосца Кеннеди. Деталь палубы имеет небольшое искривление. Я думаю, это объясняется тем, что она тонкая и очень большая. В процессе сборки будет видно, влияет это или нет на то, как будет приклеиваться деталь к корпусу корабля. Несмотря на то, что следы от толкателей на летной палубе расположены с обратной стороны и не будут видны после сборки, на лицевой стороне палубы видны следы от питателей, через которые, скорее всего, подавался пластик. При сборке эти заусенцы придется в обязательном порядке удалять и аккуратно зачищать поверхность. При этом проработка мелких деталей на внешней поверхности летной палубы также впечатляет. Обращаю ваше внимание, что в этом наборе отсутствует корпус ниже ватерлинии. Таким образом, демонстрировать эту модель можно только на водной поверхности. При этом проработка надводной части корпуса очень и очень аккуратная. Плитие очень четкое, несмотря на то, что большая часть выемок и углублений расположена под углом. Вообще, детализация у этой модели очень аккуратная. Облоя я практически не заметил. При этом обратите внимание, что на нижней поверхности корпуса также присутствует внушительный след от срезанного питателя. Вообще, эта модель может похвастаться замечательной и очень ажурной детализацией. Этот набор новый, хотя он и основан во многом, на более старой модели фирмы Trompetter авианосца Kitty Hawk, этот набор вышел в 2019 году. Например, мне очень понравилось то, что нижняя поверхность площадок лифтов, которые поднимают и опускают самолеты на летную палубу, не содержит следов питателей. Так как эта поверхность решетчатая, удалить питатели на ней было бы крайне сложно. Или они могли вообще повредить ее. Мне кажется, с точки зрения детализации из коробки, этот набор может быть идеальным выбором для новичка, который впервые собирается клеить модель корабля в 700-м масштабе. Плата фотоотравления в наборе совсем небольшая. При этом представленные на ней детали визуально должны несложно собираться. Впрочем, опять же, это покажет сборка. Ну а дальше, как обычно говорят, гвоздь программы. Литники с моделями самолетов. Фирма Trompeter выполнила их в прозрачном пластике. Что делает детали более хрупкими, а значит, собирать их нужно будет крайне аккуратно, особенно представленные в наборе модели вертолетов. Но зато позволяет окрасить их таким образом, чтобы сделать прозрачными остекления. Причем, если посмотреть на уже собранные модели авианосца, и самолеты, и вертолеты, выглядят в наборе просто замечательно. Прежде всего, за счет богатой детализации, несмотря на масштаб. Также за счет прозрачного остекления. Ну и, конечно же, за счет декалей, которые даны в наборе для всего авиакрыла. Я не являюсь специалистом в области моделей кораблей. Однако, на мой взгляд, эта модель может быть отличным выбором для новичка. Да, в наборе очень много деталей, многие из них очень мелкие, и собирать набор будет непросто. Но, в любом случае, с моей точки зрения, модель корабля в принципе стоит собирать только тем, у кого есть какой-то опыт сборки моделей. Поэтому под новичком я, скорее всего, подразумеваю здесь человека, который уже имеет опыт сборки моделей и хотел бы попробовать что-то новенькое. И на этом все. Не забывайте поддерживать мой канал, ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте комментарии и распространяйте мои видео. Для поддержки моей работы используйте реквизиты и ссылки в описании видео, а также функцию спонсорства. Большое спасибо за внимание, отличных вам моделей, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok